Номер 5, представляя Канаду, Николь Орфорд и Томас Вильямс. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 было, да, в Москве. Уровень-то... Что с ним? Да. Что с ним, Александр, с уровнем? Знаете, уровень-то неплохой. Я всегда, когда смотрю на пары, я смотрю на будущее. Уровень неплохой, но плавающий. Да, но плавающий, который может пойти в одну-другую сторону. Я думаю, что он пойдет, скажем, на улучшение. Очень хорошие позиции, очень хороший, знаете, набор, хороший такой, очень правильный набор танцевальных позиций, причем они, знаете, очень неплохие по качеству исполнения. Очень плотные позиции, хорошее скольжение и довольно уверенный произвольный танец. Знаете, он, нет, это сомнений не вызывал. Смотрите, какая поддержка интересная. Были варианты, разнообразные варианты. Это один из, так сказать, новейших вариантов поддержки. Вот Твизла. Заход на Твизл был вообще очень интересный. Прямо с прыжка не зашли на Твизл. Схода. Да, но Твизла, видите, через зубец сделает партнерша, к сожалению, не на реверах. Здесь на пятке. Сейчас нам оператор очень хорошо показывает близко конек. Не чисто исполнены Твизлы были. Но вообще, если смотреть судейские протоколы, танцевальных дуэтов, то это, конечно, не спортивные пары, и уж тем более не одиночники. Там минусы встречаются. Смотришь танцы, сплошные плюсы. Тут уже, знаете, вот в этом проявляется как раз оставшаяся от спроса система судейства, субъективность. Потому что по большому счету счет идет на эти плюсы. То есть кто-то ставит за все элементы в производном танце по два плюса ведущим парам, а кто-то половину элементов оценят в два плюса, а половину в один плюса. Вот вам и вся разница в итоговой оценке. Ну смотрите, они получают 130 баллов и одну десятую. Для них это очень хороший результат. И получается, вот, Александр, то, о чем вы говорили, они сейчас у нас с вами будут в итоге четвертое место. Они займутся. Восьмые на Кубке России две недели назад и четвертые.